Рынок айфонов сейчас перенасыщен. Настолько перенасыщен, что в одном бюджете спокойно можно найти несколько достойных мобил. Но что, если взглянуть на низ рынка и найти айфон, который будет до сих пор поддерживаться и хорошо работать? Я решил залезть на авито и нашел там это. Айфон 10s. Не XS, б***ь, потому что эти айфоны называются 10, 10s и 10r, б***ь. Ну или же 10s Max. Не столь важно, отличаются они разве что своей диагональю. Ниже цены этих айфонов разве что SE 2020 и 10r, которые я никому не рекомендую брать, потом расскажу почему. Ну а героя нашего сегодняшнего обзора спокойно можно найти где-то за 10-12 тысяч рублей за минимальную версию на 64 гигабайта в хорошем состоянии. Идеальный айфон за 100 баксов звучит очень вкусно, но так ли все хорошо на самом деле, спойлер, не совсем. Напоминаю, по ссылке в описании или в закрепленном комментарии будет мой телеграм-канал. Там я публикую тонну интересной информации, анонсы будущих видео и общаюсь с подписчиками. Как и полагается старому флагману, корпус у 10s Max выполнен великолепно. Стальная рамка, стеклянная крышка, в общем, кошерно. Минус заключается разве что в практичности. Рамка сильно царапается, вот так она у меня выглядит, а стекло заляпывается. Но решается эта проблема чехлом с Алиэкспресса за 100 рублей или же просто недокапыванием до внешки смартфона за 100 баксов. Еще есть защита IP68, но я бы смартфон не топил. Конечно, до дождя он переживет, но прокладки, скорее всего, там все уже рассохлись, поэтому герметичность корпуса нарушена. А еще по сравнению с современными мобилами, даже 10s Max чувствуется как пушинка из-за своего веса в 210 грамм и идеально лежит в руке из-за скругленных граней. Экран на 6,5 дюймов, что соответствует современным смартфонам, по крайней мере в моей большой версии. Если хочется компакт, спокойно можно брать 10s на 6.1. Дисплей LED с великолепной цветопередачей и высоким разрешением. Рамки относительно тонкие, а яркости даже на солнце с натягом хватает. Конечно, все очень сильно зависит от того, попадется вам айфон с оригинальным дисплеем или нет, так что перед покупкой я все советую досконально проверить. И брать айфон с менееным экраном это не лучшая затея, так как, скорее всего, вы получите очень посредственное качество картинки. И вот мы добрались до первого аргумента, почему не стоит рассматривать 10 RSE. У них старые экраны с IPS и позорным HD разрешением, а у SE еще и толстенные рамки из мезозоя. Из минусов дисплея 10s частота обновления всего в 60 Гц. Даже за 100 баксов уже можно найти мобилу со 120-герцовым экраном. С другой стороны, за тот же прайс сейчас можно взять максимум Pixel 6i или Galaxy S10 из достойных мобилов из прошлого поколения флагманов. А у них тоже будут экранчики на 60 Гц. Ну а 90 или 120 вы получите только в среднебюджетных Realme и Xiaomi трехгодичной давности, которые будут существенно уступать айфону в других моментах. Один из таких это железо, кстати. Внутри 10s и 10s Max стоит великий ужасный Apple A12 на 7 нанометров, техпроцесс топовый Kirin от Huawei 2024 года. Помогают А12 4 гигабайта оперативной памяти, что я считаю минимумом для 2024 года и iOS 18. И вот мы снова возвращаемся к 10 RSE 2020, в которых стоит всего по 3 гигабайта оперативной памяти. И если SE еще худо-бедно как-то выживает с таким набором памяти, все же там стоит Apple A13 и маленький экран, то вот XR уже плохо. Десятка же все еще получает обновление от Apple. Не со всеми фишками, причем уже давно, но основу-основу добавляют. У меня стоит iOS 18.1, я использовал этот смартфон как тестовую мобилу под бетку еще летом, даже видосы об этом на канале есть. И спойлер, все было плохо. Но сейчас ситуация даже вышла на неплохой опыт использования. Конечно, iOS 18 на старичке не летает. Проскакивают баги в системе, приложения часто вылетают из оперативной памяти, но в общем и целом для 100 баксов 10s Max работает сносно. Он способен на открытие всех современных программ под Telegram, VK, Reddit, Zapretagram, YouTube, ну или же Routube, он подходит отлично. Все современные фишки, вроде кастомизации, тоже функционируют в полной мере. Да даже в игрушках на этом старичке можно побегать, какой-нибудь стенд-офф или PUBG запускаются на раз на высокой графике в 60 кадров. Проблемы могут возникнуть разве что с тяжелыми играми, вроде Genshin Impact, Breakfast, Zenly Zone Zero, которые будут работать максимум в 30 кадров на минимальных настройках графики. В общем и целом, железо для сотки баксов в 10s вполне себе бодренько, его все еще с лихвой хватает для воспроизведения всех современных приложений, а также для поддержки последней iOS. И уж тем более, Apple A12 это лучше, чем какой-нибудь Mediatek G99 в техно за те же 10 тысяч рублей, которые максимум позволят тебе пасьянс разложить. И конечно, в смартфоне есть все фишки, которые присущи флагману. На борту беспроводная зарядка, хоть всего на позорные 7,5 ватт, но все же она есть, это уже победа. Всех победили. Есть истереозвук, причем вполне себе неплохой, громкий и сочень. Проваливается разве что на максимальной громкости. Ну и конечно, в 10s Max и 10s есть полноценный Face ID. Работает он неплохо, даже в темноте, конечно не идеально, но явно лучше сканера по картинке. С камерами тоже порядок. Основа состоит из двух модулей. Широкоугольный на 12 мегапикселей и телеобъектив 2x еще на 12 мегапикселей. Фоткает он, конечно, для 2024 года погано, но только не для нашего бюджета. Основа так вообще сок, снимки яркие, приятные, в меру четкие, без ворвиглазных цветов. Печально, что нет ночного режима, смартфон вышел все же в 2018 году, хотя у пикселя уже в тот момент был. При любом недостатке света картинка сваливается в кашу, так что про ночную съемку можно забыть. Телевик печален, но не безнадежен. Цвета он выдает правильные, но вот с детализацией, общим впечатлением от снимка проблемы. Зато обе камеры умеют снимать в 4К 60 кадров, чем не могут похвастаться многие смартфоны в том же ценовом сегменте. Да и в целом камера здесь стоит достойная. Лучше будет только пиксель 6а или пятый, который находится плюс-минус в том же бюджете. Френдалка на 7 мегапикселей, помойная даже для 100 баксов, но в целом для видеозвонков подходит. А вот с аккумулятором все печально. Скорее всего на авито тебе достанется либо мобила с убитой оригинальной банкой, или хорошей копией, либо с новой, но сделанной в китайском подвале, которая убьет все остальные компоненты айфона. Так что ком лучше в любом случае поменять и не экономить. Мой 10s Max при живой банке выдерживал около 5-6 часов экрана. Это если что в стандартном опыте использования без игр и тяжелых задач, так что этот показатель может опуститься еще ниже. А на компактном 10s Max скорее всего от моих цифр еще можно отнимать час, а то и два. Так что надеяться на топовую автономность не стоит. Только если вы используете исключительно 3G, ах да, МТС отключил 3G, поэтому 2G, и открываете смартфон для проверки ватсап и звонков. Вечная жизнь с пауэрбанком вам точно обеспечена. Так что если у вас завалялся какой-нибудь старенький аккумулятор, доставайте пришел его черед. Я лично, когда ходил с 10s, заряжал его по 2-3 раза в день. Свои наблюдения пиши в комментариях. Быстрый заряд кто-то не пахнет, максимум 18 ватт по проводу, и то с оригинальным блоком, который придется купить за 2500 рублей, еще кабель USB-C Lightning. И есть еще беспроводная зарядка на 7,5 ватт. Из неоспоримых плюсов, у этого айфона какая-то феноменальная связь. Там где большинство других мобил не видят ничего, у этого спокойно ловят 3G или даже слабенький LTE. Аналогичную картину у меня кстати была с Pixel 4, кстати обзор уже есть на канале, советую глянуть, один из моих любимых смартфонов ever. Так что ж у нас в итоге, нашли ли мы идеальный бюджетный айфон в 2024 году? Как по мне, да. Айфон 10s и 10s Max смотрятся как самые оптимальные бюджетные огрызки из возможных. У них OLED-экраны, все еще живое железо, неплохие камеры, есть беспровод, стерео, Face ID, а у старшего еще и все относительно неплохо с автономкой. Конечно, чуть выше бюджета Макса есть великий ужасный айфон 11, но по факту мы в нем ничего особо не получаем. А13 и А12 сделаны по одному техпроцессу, 11 разве что выигрывает по камере и автономке, но имеет IPS-экран. 10s прекрасно подойдет как первый айфон в твоей жизни, ну или же просто как огрызок на пробу. С его помощью можно понять, а нужна ли тебе эта яблочная жизнь в целом или нет. Ну и конечно, 10s станет отличным началом сбора экосистемы Apple. Конечно, под вопросом остается жизненный цикл всех этих айфонов. Скорее всего, уже через годик два 10s 10rse не получит 10s 19-20 из-за устаревшего железа. Но на больше срок такие бюджетные айфоны обычно и не берут. Уже через годик два этому айфончику явно будет еще хуже и его придется поменять на что-то посвежее. Но в общем и целом, если ты не принципиальный пользователь, этого айфона тебе с головой хватит еще года на 3-4. Кстати, всеми любимый вилсаком тут недавно заикнулся, что 10s и 10s Max самый неудачный айфон. И знаете, какой айфон еще нихрена не отличался от предыдущего, был чуть больше и имел золотой цвет? Для настоящих ценителей Apple вопрос. Правильно, айфон 10s. Тоже интересуетесь чем? А тем, что он слабо отличается от айфон 10. Только проблема в другом. 10s Max намного стабильнее, не имел такого количества косяков и брака, как десятка. Ну и главное, проц в нем был свежее, из-за чего он до сих пор получает обновления. Пиши свое мнение про айфон 10s и 10s Max в комментариях. Возможно, у тебя уже есть один из этих смартфонов, и ты сможешь поделиться своим опытом использования. Будет интересно почитать. Ну и не забывай про наш телеграм-канал по ссылке в описании, там много чего интересного выходит. Такая вот история. Продолжение следует...